Поздно вечером в гостинице рядом с футбольным стадионом в Гельсенкирхене появились наши герои Светлана Слепцова и Евгений Устюгов. Ну, теперь к интервью с нашими спортсменами нужно готовиться отдельно, учитывая нашу разницу в росте. Светлана, все нормальные люди после сезона отдыхают, но лучшие из лучших почему-то занимаются снова делом. Вот у меня вопрос, как найти мотивацию? Как приехать сюда и не просто ваньку валять, а именно бороться за победу? Ну, в первую очередь, конечно, сезон не закончен, у нас очень много еще осталось впереди, российских много соревнований. Мотивация, ну, мотивация выступать за Россию, защищать ее, доставлять болельщикам удовольствие и праздник. То есть надо полагать, несмотря на трудный сезон для тебя, для нас всех, ты приехала сюда биться за хорошее место на пьедестале? Ну, начнем с того, что в первую очередь я приехала сюда получить удовольствие, и чтобы наши болельщики получили удовольствие такое же, как и мы. Которые смотрят по телевизору, которые болеют за нас, и просто получили праздник. Ну, и, конечно, хочется поразить результатом. А может, нам этого вообще не хватает на протяжении целого сезона, даже на протяжении всей спортивной жизни? Просто выступать вот так, как многие иностранные лучшие люди, типа Нойнер, удовольствие даже от поражений. Просто спокойно, собранно и одновременно расслабленно бежать, стрелять и, черт побери, выигрывать. Ну, наверное, Дмитрий, вы правы, что нам, может, этого и правда не хватает, но мы надеемся, что в следующем сезоне у нас будет и удовольствие, и победа, и поражение. Как в этом сезоне немножко чего-то не получилось, но сейчас мы находимся в Германии, и я хочу, чтобы все получили удовольствие от этого шоу. Я тоже перейду на вы. Светлана, вы с винтовкой сейчас находитесь, и она не простая, она лазерная. Вот буквально несколько минут назад вы с Женей учились, как с ней пользоваться. Что тут такого особенного? Ну, особенностей, наверное, очень много. То есть, во-первых, не производится, наверное, настоящий выстрел, а производится лазерный выстрел, которым обоймы все разные, на перестрелку разные. Огоньки. Где-то же, видите, огоньки есть. Когда производишь выстрел, огонек уходит. Производишь второй выстрел, огонек уходит. То есть, на перестрелку одна обойма, на эстафету одна, а на гонку совершенно другая. Ну, завтра посмотрим, завтра все будут впервые это опробовать и посмотрим, что с этим справится. А не страшно, Свет? Да нет, наоборот, интересно. А когда на следующий год появится отдача, говорят, что организаторы будут придумывать какие-то новые мульки, связанные с рождественской гонкой. Вот все-таки, наверное, не хватает вот этого ощущения полноценного выстрела с этой винтовкой? Ну, организаторы нам сказали, что здесь будет выстрел самый настоящий. Может, не будет той отдачи, которая есть у нас при выстреле, но, сказали, будет звук хотя бы тот же. Ну, на следующий год посмотрим. Но все-таки хотелось бы, наверное, останется на том, чтобы оставили на те винтовки, которые у нас есть, чтобы было все по-настоящему. Сейчас вопрос с подтекстом. Мне кажется, он должен получиться очень смешным. Завтра Светлана Слепцова на футбольном стадионе почувствует себя немножко футболистом. Ну да, это конкретный подкол. Ну хорошо, мы почувствуем себя футболистами, как вы хотите. Мы не хотим. Мы хотим, чтобы были биатлонистами, нашими любимыми, и добивались побед. Или, по крайней мере, честно боролись, чтобы все мы получали удовольствие. Спасибо. Мы будем стараться только для вас. Светлана Слепцова.